Купи больше товаров, накопи больше денег. Глава 2. На фоне стремительного развития науки и новых технологий мы наблюдаем процесс деградации, деинтеллектуализации человечества. Умные люди понимают, что мир захватила эпидемия безумия и невежества. Невежество – это слабое интеллектуальное развитие человека, а слабое интеллектуальное развитие большинства людей является главной причиной уничтожения экосистемы Земли, войн, ментальных, психических страданий, наркомании, алкоголизма, ненависти и злости. Как говорил Сократ, в мире есть только одно благо – знание, и только одно зло – невежество. Очевидно, что сегодня человечество больно ментально и интеллектуально. Чтобы спасти наш мир, мы должны изучить историю этой болезни и понять, когда и что с нами произошло. Давайте вернемся в историю и посмотрим, когда же мы, как вид, загнали себя в рамки пищевой цепочки и практически превратились в социальных рабов. Большинство людей десятилетиями живут по формуле – проснулся, пописал, позавтракал, поехал на работу, поработал, поспал и помер. Очень точно подметил Стив Возняк, со-основатель компании Apple. Когда мы со Стивом Джобсом создавали Apple, мы мечтали и верили в то, что пенсиональные компьютеры возьмут на себя много работы, и у людей будет больше свободного времени для семьи, спорта, саморазвития, отдыха, воспитания детей. Но получилось все наоборот. Когда я был маленьким, в нашей семье работал только отец. Этих денег хватало на приличный дом, автомобиль, хорошую еду и путешествия. В выходные мы отдыхали всей семьей. Мама не работала, а занималась домом и нашим воспитанием. А теперь большинство людей живут в страшном дефиците времени и денег. Сегодня, как правило, работают и муж, и жена. Но несмотря на это, им не хватает денег. Им приходится работать по выходным. Родители намного меньше уделяют времени воспитанию детей. Да и на себя у них времени не хватает. Давайте попытаемся понять, когда же человечество свернуло на кривую дорогу мучений и страданий. Началась наша планетарная трагедия в начале 20 века. Генри Форд запустил массовое производство автомобилей. Его бизнес-идею скопировали сотни талантливых, энергичных предпринимателей. И в какой-то момент производители выпустили так много новых автомобилей, что их продажи практически остановились. Добавьте к этому еще один важный факт. В то время производители старались выпускать качественные товары, чтобы они служили как можно дольше. Покупатели тогда еще имели голову на плечах и рассуждали так. Зачем мне покупать новый автомобиль, если мой прекрасно работает? Перед производителями автомобилей встал вопрос выживания бизнеса. Инвесторы вложили огромные деньги, и просто так закрыть заводы, потерять миллиарды, уволить миллионы рабочих мест никто не собирался. На помощь к ним пришли гениальные рекламщики и маркетологи. Они предложили простое и эффективное решение. Нужно при помощи рекламы создать у владельцев старых автомобилей чувство неполноценности и тем самым заставить их купить новый автомобиль. В этот исторический момент человечество понеслось по кривой дороге страданий и уничтожения экосистемы Земли. С каждым годом производители все больше вкладывали денег в рекламу. Реклама у нас становилась все более изощренней и эффективней. Производители автомобилей поняли, чтобы их бизнес развивался и прибыль росла, они должны выпускать каждый год новые модели. При помощи хитрой рекламы нужно еще больше унижать владельцев старых автомобилей, делать их в глазах общества лузерами и неудачниками, заставлять их выбрасывать на свалку еще работающие автомобили и покупать новые. Так началась великая трагедия. Производители автомобилей уже не стремились выпускать качественные и надежные автомобили. Приоритетом стали маркетинговые фишки, а не стремление к снижению цены, увеличение экономичности и надежности автомобиля. Вспомните старые американские фильмы. Герои в них ездят в роскошных автомобилях с крыльями, хромированными ненужными элементами. И понятно почему. Для того, чтобы изобрести новый экономичный и надежный автомобиль, нужно потратить годы и миллиарды долларов. А чтобы изменить внешний вид автомобиля, достаточно лишь приделать хромированные крылья, покрасить в другой цвет и изменить форму кузова. Идею внушать владельцам старых товаров чувство неполноценности радостно подхватили производители одежды, бытовых товаров, косметики, перфюмерии, мебели. Короче, всего, что можно продать потребителю. С этого момента маховик безумия стал раскручиваться с огромной силой. Людей уже не интересовала реальная польза, надежность товаров. Все дружно стали играть в разрушительную для мира игру. Кто круче? Апогей этого безумия случился в 1979 году. Мало кто сегодня вспомнит эту историю, но она очень хорошо демонстрирует окончательную смерть здравого смысла. Иранский шах заказал у компании «Мерседес» автомобили для своей армии. По техническому заданию крыша салона должна была быть достаточно высокая, чтобы военные могли передвигаться в автомобиле в своих фуражках. Автомобиль должен был быть максимально проходимым и прочным. И когда компания «Мерседес» приступила к массовому производству гелендвагенов, в Иране произошла революция. Шаха свергли, и страна уже не могла закупать эти военные автомобили. В корпорации «Мерседес» царило уныние. Кому продать эти дорогие, тяжелые, прожорливые военные джипы, рассчитанные на военных, бездорожье и пустыню? В Европе на дороге лужу сложно найти, а пустыни там точно нет. Но так как автомобили были произведены, компании деваться было некуда. Они выставили их в автосалоны. После старта продаж все маркетологи были удивлены до глубины души. Этот военный дорогой автомобиль стал пользоваться бешеной популярностью. Этот случай наглядно демонстрирует, что покупатели в это время уже полностью потеряли здравый смысл. У гелендвагена квадратная форма, а значит плохая аэродинамика. Большое сопротивление воздуха ведет к большому потреблению топлива. Все ведущие их колеса и сложная подвеска рассчитаны на пустыню и тоже увеличивают расход топлива, плюс высокая цена. Казалось бы, все эти факты должны были оттолкнуть покупателей от приобретения гелендвагенов. Но логика и здравый смысл уже больше никого не интересовали. То же самое происходит в производстве одежды, мебели, косметики. Каждый месяц производители выпускают очередную новую, сногсшибательную коллекцию. Тратят огромное количество денег на рекламу, чтобы сделать максимально больно тем, у кого старая коллекция. Заставить их выкинуть еще работающие качественные вещи и купить новые, современные, крутые. Посмотрите, как изменились цели производителей. До эпидемии безумия целью производителей было создать максимально надежный товар, чтобы он служил нескольким поколениям. Такая стратегия экономна, честна и сохраняет экосистему. После начала эпидемии безумия целью производителей стало как можно чаще обновлять товарный ряд, придумывать как можно больше маркетинговых фишек, чтобы как можно больше вытащить денег из потребителя. Сегодня им наплевать на качество. Хорошее качество вредит их доходам, так как покупатель долго будет пользоваться товаром и нескоро купит новый. В этот трагический момент жизнь большинства неосознанных людей превратилась в крысинные бега. А наша цивилизация окончательно сошла с ума. Превратилась в цивилизацию, производящую горы мусора, отравляющую воздух и воду. Последняя эпидемия безумия, ужасающие и постоянно растущие производства буквально каждую минуту убивают экосистему, отравляют воду и воздух. Планета задыхается от мусора и выбросов углекислого газа. Оцените масштаб безумия. Каждый год на рекламу тратится более 500 миллиардов долларов. А для того, чтобы дать всем детям на Земле бесплатное начальное образование, нужно всего лишь 27 миллиардов долларов. По данным ООН, каждый день от голода умирает 27 тысяч человек. Чтобы спасти этих несчастных и избавить мир от голода, нужно всего лишь 50 миллиардов долларов. Это меньше 10% от рекламного бюджета. Как мы видим, 100 лет назад производители товаров открыли ящик Пандоры и выпустили оттуда зависть, глупость, неосознанность, алчность. Эффект от рекламы оказался таким сильным, что сама реклама уже поработила разум миллиардов людей. Вследствие этой болезни – деградация, алкоголизм, наркомания, психические заболевания и бессмысленность существования многих людей. Идея «купи больше товаров, накопи больше денег» стала одновременно главной движущей силой развития технологии, экономики и убийцей человечества. Идея «купи больше товаров» делает людей несчастными и является одной из причин ментальных страданий миллиардов людей. Можно смело назвать эту идею двойным убийцем, ведь она одновременно убивает экосистему Земли и души людей. Незаметно для себя миллиарды людей стали рабами рекламы и фальшивых ценностей. Остановить это безумие, самоуничтожение человечества могут только интеллект-тренеры Суперджамп. Как это можно сделать? Очень просто. Нужно заменить разрушительную, вредную идею «купи больше товаров, накопи больше денег» на созидательную, полезную идею «развивай каждый день свою личность». Интеллект, осознанность и мудрость получает развитие гигантское количество счастья, радости и энергии. Интеллект-тренеры Суперджамп доказали на практике тысячи раз, что ежедневный процесс развития личности, интеллекта, позитивной ментальности наполняет нашу жизнь счастьем и великим смыслом и энергией. Сам процесс ежедневного развития личности является одним из важнейших смыслов жизни человека. В своем стремлении уничтожить экосистему Земли человечество подошло к самому краю черной пропасти – самоуничтожение. Еще немного и начнется каскадный процесс смерти. И спасти нашу цивилизацию уже будет невозможно. Поэтому мы больше не можем позволить себе дальше продолжать играть в игру «купи больше товаров» и «выкинь их на свалку». Каждую минуту на Земле уничтожается 27 футбольных полей леса. Выбрасывается гигантское количество яда, вредных веществ, отравляющих воздух и воду. Но мы не можем в один день остановить большую часть заводов и фабрик. Миллионы людей окажутся без работы, а на Земле начнется Армагеддон. Как же нам быть? У нас есть только один выход. Как вы знаете, сейчас происходит четвертая промышленная революция. Ее драйверами являются роботы, нанотехнологии, искусственный интеллект, квантовые компьютеры. Но она не поможет решить проблемы с экосистемой Земли. Поэтому, чтобы спасти наши жизни, очевидно, нужна пятая интеллектуальная революция, направленная на развитие человека. Сегодня в развитии технологий по всему миру ежегодно вкладываются триллионы долларов, а в развитии человека почти ноль. Чтобы спасти нашу цивилизацию, интеллект-тренеры Суперджамп создали новую индустрию, новый рынок, новую экономику. Укрепление ментального здоровья человека, развитие интеллекта и зарядки аккумуляторов. Это позволит миллиардам людей соскочить с иглы безумного потребления и направить свою энергию и время на интеллектуальное, ментальное, нравственное развитие человека. Недавно мы были свидетелями массового тренда на открытие фитнес-клубов по всему миру. Сегодня мы наблюдаем гигантскую скорость открытия онлайн-интеллект-клубов Суперджамп. Каждый день новую профессию интеллект-тренер Суперджамп осваивают тысячи ярких, умных, благородных людей по всему миру. И это только начало.